Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Ну, на самом деле, вот мы сейчас выходим, может быть, не совсем по графику. Мы выходим уже почти каждую, каждую среду. Программа Другой Мир. И сегодня в нашей студии сертифицированный энергоинформационный корректор, специалист по работе с внутренними ресурсами человека Татьяна Доля. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы будем по скайпу связываться со Словенией. И с нами сегодня на связи магистр психологии, экзистенциальный психотерапевт Гузель Низамова. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Гузель. Добрый день, Татьяна. Очень рад вас видеть. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Ну, вот вы знаете, мы, правда, внепланово решили сделать вот такой эфир, потому что есть потребность у людей сейчас, дополнительной поддержки, наверное, и психологической, и эмоциональной, да? Да. Да, и хотелось бы, чтобы вы нам вот немножечко как-то поддержали наших слушателей, как всё-таки выходить из той ситуации, которая сейчас есть, потому что во время чрезвычайной ситуации все уже привыкли и поняли, как себя вести. Как мыть руки. Да, да, да. А что же делать дальше, когда всё это закончится, и люди столкнутся с ситуацией, как им дальше жить, в каком формате, на что им жить, да? Согласна. Согласна, Татьяна. На самом деле, действительно, о том, как переживать кризис и как с этим справляться, было огромное количество информации в интернете и в реальности, то есть это всё существовало, этим делились. Сейчас, наверное, так как карантин, даст Бог, приближается к концу, пора задуматься о том, как и что будет дальше. И здесь очень чётко нужно понимать, что то, что было, это было не отдых. Это был достаточно сложный период, это был стресс, это был достаточно длительный стресс, назовём его даже хронический, и очень важно именно правильное вот к нему отношение и, соответственно, правильное отношение и выхода из него. То есть здесь нужно позаботиться о том, как это будет происходить, на что человек может опираться в момент выхода. В первую очередь, скорее всего, это придётся делать, опираясь на самих себя. То есть понимать свои ресурсы, у каждого они свои, и сделать это самым лучшим образом. Потому что, знаете, вот в психотерапии есть такое понимание, это как бы момент такой профилактики невроза, что нужно рассчитывать на худшее, но надеяться на лучшее. И если человек будет, вот скажем, этим, этой идеей, этой вот как бы фразой руководствоваться, тогда есть надежда на то, что он выйдет из карантина с наименьшими потерями. То есть реально смотреть на ситуацию действительно. Да, именно свои собственные ресурсы, они у каждого свои, они очень индивидуальны. Но нужно понимать, на что я могу рассчитывать. И ещё раз, мы не придём к тому, с чего мы начали. То есть это не будет ровно так же, вот как это началось когда-то, там, 15 марта. То есть каждый выйдет с чем-то, либо с минусом, либо с плюсом. Но здесь нужно вот эти свои ресурсы как бы оценивать очень адекватно. И ещё раз, рассчитывать на худшее, но надеяться на лучшее. И что, понимать, что я буду делать, если это худшее произойдёт. По крайней мере, человек будет в этом готов. То есть это не будет для него такой большой неожиданностью, потому что, знаете, неожиданности у нас за эти несколько, там, полтора-два месяца уже было достаточно. Да, да. Вот, и здесь немножко нужна такая предсказуемость. Как мы можем это сделать, что мы можем, вот это важно. Ну, вы знаете, вот я столкнулась со своим окружением, да, те люди, которые меня окружают, действительно, у них ситуация сейчас, вот буквально за ту неделю, которая у нас прошла с предыдущего эфира, людям стало немножко хуже, как ни странно, да. То есть вот правильно вы говорите, мы приближаемся как будто бы к концу самоизоляции, но при этом людей начинают беспокоить, как же они будут жить дальше. Не столько беспокоит сам вирус, скажу откровенно, да, сколько беспокоит то, как они дальше будут существовать и финансово, и эмоционально, и в плане работы, потому что все понимают, и все везде слышат, что мир не будет прежним, эти фразы все слышат, но каждый по-своему их понимает, и каждый по-своему боится, да. Опять же, возвращаемся к теме страха, да. Вот как бы вы все-таки, какие бы рекомендации вы дали нашим слушателям и людям, в принципе, чтобы все-таки наиболее гармонично из этого выходить? Согласна. Согласна по поводу того, что действительно, во-первых, как бы мир точно не будет прежним, да, и любой опыт, это как бы, его невозможно перечеркнуть, его невозможно обнулить. Мы всегда из него выходим с чем-то. А вот с чем мы выйдем, это зависит от конкретного каждого человека. И здесь действительно понимание того, как бы, что страх, это никогда не является, скажем, нам помощником в любых наших решениях. То есть и вот это понимание, и понимание того, что я с этим могу сделать, может каждому очень сильно помочь. Потому что страх — это эмоциональный уровень, это эмоции. И эмоции на самом деле не самые лучшие вообще, в принципе, помощники, любые причём, да, они очень приходящие. Они выходят, они уходят, а жизнь остаётся. И здесь нужно руководствоваться не эмоциями, а смотреть, что мы, каждый из нас имеет, скажем, в ресурсе, в запасе. То есть, я ещё раз говорю, к сожалению, нет чётких таких вот рекомендаций, потому что рекомендации могут быть даны только вот индивидуально. Конечно. Но страх, я ещё раз повторяю, если вы чувствуете, что вами руководит страх, попробуйте его немножко отодвинуть. Потому что страх — это такая, знаете, достаточно такой большой барьер. Он нам рисует самые худшие картины на самом деле. И он здесь не помощник. Хотя кажется, иногда он так мимикрируется, да, под осторожность, под какие-то вот такие вот вроде бы правильные действия, но нет. Именно не страх, а какой-то смысл, и даже, не побоюсь этого слова, наверное, любовь, да, к самому себе, к своим близким, к своей семье и, не в последнюю очередь, к жизни, может помочь многим из нас. Ну вот я у вас на страничке Фейсбука прочитала такую фразу, прямо процитирую, что лучше заботиться, чем бояться, да? Правда. Вот. И, наверное, это правда так. Был очень хороший пост. Может быть, вы немножечко расскажите, что вы хотели этой фразой донести до людей. Знаете, да, тут немножко таки, может быть, я буду использовать психологические термины, но когда мы концентрируемся, фокусируемся на себе, это называется такая гиперрефлексия. То есть мы начинаем прожевывать, пережевывать наши эмоции, тот же самый, не в последнюю очередь, страх, да? То есть вот всё, всё, как бы, получается, последняя такая инстанция — это мы сами. И это на самом деле такой без конца и края будет процесс. Здесь нет выхода из самих себя. Здесь очень важно выйти, скажем вот так вот, эмоционально, это называется такой трансцендентный акт психотерапии, выйти и посмотреть, что есть вокруг. И, быть может, есть люди вокруг, которым нужна ваша помощь. И нам кажется, знаете, у нас в природе на самом деле биологически очень обоснован вот этот момент. Люди, и я думаю, что вот слушатели согласятся со мной, о том, что когда мы делаем кому-то хорошо, кому-то помогаем, о ком-то заботимся, как ни странно, это оказывается ресурсом для нас самих. Нам нравится быть сильными, нам нравится делиться с людьми, нам нравится помогать. И мы от этого получаем удовольствие и радость. И вот это можно, да, вот этим можно руководствоваться вместо страха. То есть попробуйте заметить, а кому ещё вокруг вас хуже, чем, быть может, вам самим. Знаете, на эту тему есть очень большие исследования, когда, вот это североамериканские исследования, когда соединяли двух очень таких, знаете, скажем, хрупкие общества, общества престарелых и общества брошенных детей. Да, я слышала об этом, да. Вы, может быть, слышали об этом, да. И они, вот эти брошенные люди, по большому счёту, очень ранимые, очень хрупкие, никому не нужные, вдруг в этой помощи друг другу, в этой поддержке обретали силу. Силу и раскрывались, и любовь, да, да. Абсолютно верно, абсолютно верно. И это может быть хорошим ресурсом и для нас с вами вот в этой ситуации. Замечательно, это правда. Но, с другой стороны, вот целые профессии существуют, которые сейчас находятся, как в Красной книге, под угрозой уничтожения. То есть музыканты растеряны, потому что они не понимают, кому они, перед кем они могут выступать. Организаторы концертов, художники не понимают, как могут покупать их картины, если не будет выставок, не будет возможности общения между людьми. Ну, вот, наверное, список этих профессий можно перечислять, но просто очень много людей чувствуют себя вдруг выброшенными на обочину жизни. То есть то, чем они занимались долгие годы, то, чему они учились, как будто бы, оказывается, никому не нужным. И вот, может быть, это действительно пугает людей даже больше, чем страх заразиться коронавирусом, то, что они, ну, как будто бы их жизнь оказалась, ну, перечёркнутой. Да, да. Вы знаете, если вам, как бы, есть такое выражение, если вам кажется, это не всегда таковым является. То есть вот, опять же, в этом случае вот эти эмоции, да, могут перекрывать реальность. Если вам кажется, что ваша музыка никому не нужна, да, вы знаете, не побоюсь взять на себя эту смелость и сказать, что это неправда. Всегда найдутся те люди, которым это нужно. Мы всегда там в самой своей малости кому-то нужны, для на что-то мы сильны. То есть, конечно, если вы рассматриваете, что непременно вот эта музыка должна приносить там не миллионы, да, то есть тогда это проблема, тогда это уже торг. Но если вы говорите о том, что музыка — это то, без чего я не могу жить, это моё предназначение, и я должен это реализовать в любом случае, даже если это будут копейки, то тогда вы всегда вот как бы будете опираться на этот стержень внутри себя и будете считать и чувствовать себя нужным этому миру. А отсюда могут, что называется, дать себе, не знаю, плоды, да, что-то ещё более хорошее. То есть это вопрос мне даже не в деньгах, а это вопрос о нужности. И я ещё раз повторяю, мир не стоит на месте. Если мне кажется, что моя психотерапия, предположим, кому-то сегодня не нужна, но она кому-то будет точно нужна завтра. У нас, знаете, есть такое выражение, нет абсолютно никакой гарантии, что всё будет плохо. Это уже оптимистично. Ну, вы знаете, вот я... Если вы гарантируете мне, что всё будет плохо, да, тогда дайте мне эти проценты. Сколько? Потому что я настаиваю, что нет, всегда 50 на 50. Ну вот я наблюдаю... И здесь вопрос... Да, я наблюдаю в Фейсбуке, в Инстаграме. Действительно, вот очень хороший вопрос поднял Олег. Действительно, наверное, я бы хотела пожелать всем этим творческим людям вот силой сейчас реализоваться, сейчас перейти в этот новый формат, да, потому что я вижу многие музыканты, я сама дочь музыканта, поэтому у меня в друзьях очень много музыкантов, да, и я вижу, что кто-то из них уже перестроился, они уже дают мини-концерты, они организовывают, да, они находят площадки, они организовывают концерты, международные концерты с американцами, со всем миром. То есть это совершенно новый формат, который, в принципе... Понятно, что не каждый так может, вот не каждый, это понятно, поэтому ресурс такой есть не у каждого, но вот этим вдохновиться, наверное, действительно можно. Я думаю, что, знаете, Татьяна, это очень сложно, но вот я уверена, что это действительно возможно. То есть если это сложно, это не синоним невозможности. То есть мы всегда можем найти, где мы можем быть, применить свои таланты и свои сильные стороны. Ещё раз, если нам страшно, это хорошее время как бы от этого страха немножко дистанцироваться и попробовать что-то новое. Ну и потом понятно, что эта ситуация всё-таки не вечно, да. И когда я говорю, у меня сын тоже танцует, и он тоже сейчас оказался за бортом, да, и ребята все сидят без работы, потому что... И он мне говорит, ну а как ты себе представляешь? Ну, конечно, сейчас ожидать каких-то заработков от интернет своих проектов невозможно, да. Ну, это будем реально. Но поддерживать какой-то месяц, полтора-два свою аудиторию, выходя в эфир, это возможно, чтобы про тебя не забыли, да. То есть это такая поддерживающее сейчас время, да. Оно, конечно, не для больших заработков. Это понятно. Это могут быть только пожертвования какие-то. Тут может быть очень реалистично подходить к ситуации. И понимаете, ещё раз говорю, что миллионов не будет, но, понимаете, с голоду мы точно не умрем. Другой вопрос. Всё-таки, мне кажется, связанный ещё, может быть, с фобиями людей. Насколько люди, когда, может быть, ну, вот уже закончится карантин, могут вернуться к обычному человеческому общению, потому что сейчас мы настолько привыкаем работать удалённо, общаться с коллегами по скайпу, по зуму, решать вопросы через фейсбук, социальные сети, мессенджеры. Вот простое человеческое общение, которым, в принципе, всегда, мне кажется, русская душа славилась именно тем, что люди, ну, всегда подчёркивалось, что именно вот общение лично с человеком, даже просто прийти в гости для того, чтобы, ну, как-то снять этот стресс, посидеть, поговорить. Это вот, это был таким психотерапевтическим тоже средством, моментом, да. Вот это не разъединит ли людей вот это долгое сидение на карантине? Разъединяет, Олег, если мы этому позволим случиться. Ну, то есть сейчас я, например, очень часто у клиентов, у меня есть огромное количество клиентов, предположим, даже в той же самой Италии, замечая вот эту склонность к тому, что люди побаиваются, уже начинается, как бы вот есть разрешение, да, то есть на прогулке или ещё что-то появляется, а они начинают как бы вот осторожничать, да, то есть они начинают как бы придерживаться вот этих, скажем, карантинных привычек. То есть и ещё, ещё раз, это тоже тот же самый, то есть страх, как ни странно. Да. Понимаете? И очень нам важно с ним справиться и через него перешагнуть. Понимаете, мы можем справиться с любым, Олег, как, если знаем для чего. Если знаем, что это для любви, что это для общения с близкими людьми, да, что это вот для чего-то хорошего в жизни, мы сможем с этим справиться. Если мы видим эту цель там, где-то достойную нас, высокую, красивую, и у каждого она своя, и каждый сам будет руководствоваться, руководиться чем-то хорошим для него и для его жизни. Ну, я, например, верю, что, я лично верю, что как раз вот русская душа, её никакими вирусами не испугаешь. Это время пройдёт, и люди всё равно вернутся к своим встречам, к своему общению. По крайней мере, вот насчёт русских у меня здесь сомнений нету. Что будет с итальянцами и испанцами, мне трудно судить. Я думаю, что их, да, их тоже открытые, да, действительно. Они очень открытые. Вообще-то, южные, на самом деле, ментальность здесь очень большую роль сыграла, потому что прибалтийцы, они не сильно, в общем-то, эмоциональны в плане общения, поэтому для нас, вот как я вам и говорила в предварительной беседе, это не было большим каким-то наказанием. Люди и так, в общем-то, не сильно здесь эмоционально общаются близко. А вот для южных народов это действительно будет, ну, такой, как это сказать, экзамен, наверное, да, как они его пройдут, потому что у них было очень, они любят обниматься, целоваться при встрече, да, это, ну, уже свойственно этим народам. Да, но с другой стороны, знаете, Татьяна, они прекрасно, вот благодаря вот этим своим, как бы, склонностям и своим традициям до сих пор продолжают нарушать карантин. То есть они не могут от этого отказаться и прекрасно гуляют друг друга, как бы, да, в квартиры, то есть внутри вот этого карантина и благодаря этому поддерживались достаточно высокие цифры заражения в Италии, в той же самой, и в Испании. Так что всегда есть плюсы и минусы. Да, да, согласна. Ещё одна вот такая тоже психологическая проблема, с которой многие люди сталкиваются на карантине. Когда начиналась самоизоляция, очень было популярно, ну, вот огромные списки книг, которые вам нужно прочитать, когда вы сидите на карантине, списки фильмов, которые посмотреть. И многие люди думали, ну, вот сейчас я выучу японский язык, научусь плести макраме, я посмотрю тысячи один фильм, прочитаю там всю библиотеку. И у многих наступает какой-то, ну, вот момент разочарования, что вот два месяца прошло, Не справился. Ну, да, вообще ничего это не сделал, как бы время утекло сквозь пальцы, и это тоже вызывает, ну, какое-то у многих людей чувство разочарования в себе, может быть, вот какой-то вот такой неудовлетворённости. Да, да. И это на самом деле здесь очень важно пересмотреть эту позицию, Олег. Потому что, понимаете, в эти два месяца карантина было огромное количество, да, времени, но очень малое количество энергии и собственных ресурсов. То есть люди, по большому счёту, я ещё повторяю, возвращаясь к той мысли, которую мы вот с Татьяной там озвучили в самом начале, не осознают, что это не отдых был. Не отпуск, да. Это не лежание на пляже, да, в шезлонге, прекрасной погодой, и вот я читаю книжку за книжкой. Вовсе нет. Это состояние стресса, когда людям в этих тесных, как бы, квартирках, да, то есть в тесном пространстве приходилось просто выживать. И поэтому здесь очень важно быть к себе, вот прямо, знаете, прошу вас быть к себе снисходительными. Не считать, что если я не прочитал вот этот список и не просмотрел эти фильмы и не выучил китайский, то я какой-то не такой. Поймите, вы просто человек, который делал наилучшее, что он мог сделать. И сейчас вот этим разочарованием вы ничего в свою жизнь хорошего не перенесёте, кроме как каких-то опять негативных эмоций. И с этим вы выйдете. Вам не так нужно рассматривать себя и свою личность. Вам нужно быть благодарным себе за то, что я выжил, за то, что я справился, за то, что, простите, я не разругался, не развёлся, кому-то там морду не набил и мне не набили. Это уже достижение, как ни странно, потому что это было сложное время. Будьте к себе снисходитителями. Вы бы с лёгкостью были снисходительными к кому-то другому, к вашему соседу, к вашему ребёнку. Вы бы встали на его место, вы бы попытались его понять. Будьте так же, в такой же отношении, развивайте и к самому себе. А вот вы как раз упомянули тоже ещё одну проблему. Для многих пребывание на карантине, в замкнутом пространстве, с людьми, которыми чаще всего дети, супруги, которые виделись, может быть, утром и вечером, вот это постоянное общение друг с другом тоже создавало, может быть, какое-то определённое напряжение, потому что люди не так часто общались, ну, так интенсивно друг с другом. И даже это вот обыгрывалось в мультфильме про Масяню, когда они ходят мимо друга, ах, опять ты, опять ты, вот какое-то вот прямо вот уже накапливается напряжение. Это вот тоже, наверное, может вызывать какой-то, и потом ведь людям становится, может быть, стыдно за это, они начинают сомневаться, если человек раздражает, а люблю ли я этого человека, если он, ну, вот такое общение вызывало у меня раздражение. Вот это вот проблема. И вновь и вновь возвращаясь к теме позиций, то есть ваше отношение к тому, что происходит, и происходит с другим человеком. Вы как бы здесь чем руководствуетесь? Этими установками, что если мы находимся в одной квартире, да, мы должны всё время, знаете, как бы полыхать с оптимизмом, да, любою, такой, знаете, да, принятием. Послушайте, это маленькая квартира, личное пространство не соблюдается. Любому человеку необходима возможность, как говорят, знаете, психотерапевты, уйти в свою пустыню и побыть там некоторое время. Была ли у вас такая возможность? Если нет, вновь будьте к себе добрее. Поймите, что это не отдых, это не расслабленное состояние. И здесь никто ничего от вас не требует. Если не будете требовать, знаете, и в тисках зажимать сами себя, вы. Ваша задача сейчас простить себя, если даже что-то не получилось. И понять, что мы все имеем право на ошибку, и мы все право имеем на гнев, и мы все имеем право на злость. Другое дело, мы не очень имеем право на любое их проявление. То есть, если даже где-то вы злились, но при этом поднимали руку, вот, наверное, этот момент был неверным и неправилен. Но если нет, и все-таки и с этой злостью, и с этим разочарованиями, и с этой болью вы справились, то вы уже большой молодец. Потому что здесь было полное нарушение в течение долгого времени. На фоне, еще раз, хронический стресс, это постоянный выброс глюкокортикоидов из надпочечников. То есть, нам просто физически, биологически было непросто, а при этом еще нарушались наши границы психически. И вы все равно с этим справились. Это здорово. Вам есть за что себя похвалить и поблагодарить? Спасибо большое. Правда, это очень, очень, я думаю, что это очень нужные рекомендации. Но вот есть такой вопрос лично к вам. Вот вы мама троих детей, да? Вот вы сейчас тоже, наверное, находитесь в самоизоляции, да? Да. Как вот вы сами проходите? У вас большая территория, или вы все-таки в маленьком пространстве существуете всей своей семьей большой? Как у вас получается? Ну, знаете, как бы территорию всегда хотелось бы чуть побольше. Да, с одной стороны. С другой стороны, у меня как бы есть, я не знаю, это плюс или минус, но тем не менее, думаю, что для старшей дочери это плюс. Она в университете и в другом городе далеко, и она там находится в самоизоляции. То есть, к нам она доехать не успела. А мы с двумя младшими, но у них есть огромное преимущество. Их мама психолог, который умеет даже если что, да, вот эти эмоции и так далее, то есть, разрулить для всех. И они действительно бегают ко мне за помощью. И это даже для меня, как для профессионала, достаточно большой труд. И ещё раз говорю, если у вас нет этого ресурса, этого образования, этих знаний, то есть, вам здесь сам Бог велел быть к себе добрее. То есть, если это профессионалам, удаётся не так уж просто. То простым людям, да, которые этим не обладают, это действительно чрезвычайно трудно. Ну вот я столкнулась с тем, что у меня очень многие подружки имеют детей не таких уже взрослых, как у меня, да, а есть и поменьше, кто учится в школе. И вот сейчас, конечно, это огромная проблема, с которой столкнулись все мамочки, которые вынуждены теперь учиться вместе со своими детьми дистанционно. Кто-то осваивает компьютер из них, как это не смешно. И это всё очень стрессово, потому что дети реально очень тяжело проходят. Это вот, насколько я поняла, дети проходят очень тяжело. Это дистанционность, эту ограниченность в общении, да. И правда, они все, вот мамочки, нуждаются вот в этих советах, как же не сойти с ума. Потому что ты, с одной стороны, обязан заставить сделать уроки, потому что есть проверки, и надо отправлять задания. Если ты не сделал, вовремя не отправил, вплоть до каких-то таких серьезных мер. И это, правда, сейчас очень большая такая проблема. Здесь, получается, Татьяна, знаете, очень важно расставить приоритеты. То есть мы не можем охватить всё и всё сделать на пять с плюсом. То есть если у нас в приоритете наша семья, наши отношения, наш эмоциональный фон, а на другой чаше весов вот как бы школа и какие-то там успеваемости, то есть что мы выберем? Быть может, сейчас стоит поступиться всё-таки этой успеваемостью на некоторое время. То есть это же не говорится о том, что следующие 5-10 лет всё таким же образом будет происходить. Нет. Буквально полтора-два месяца снисти для себя и для своего ребёнка требования. То есть вот эти ожидания, планку, чуть-чуть пониже. Даже если он у вас был отличник, пусть сегодня будет хорошистом. Если вчера был хорошистом, пусть позвольте ему и себе сделать это наудовлетворительно. намного важнее, что вы сохраните для себя, в семье, как люди. Ваша задача – не переругаться. Да, психоэмоциональное состояние, конечно. Представляйте правильно приоритеты. И всё время эти ценности держите в голове. Потому что у детей остаются в памяти. Я в своё время тоже была такой мамой, когда у меня сын сидел за компьютером целыми днями. Я, да, я там прятала какие-то шнурки, вообще эти от компьютера. Он мне до сих пор их вспоминает. Он мне говорит, вообще, ну как ты могла, да? Взрослый человек. Потому что я не знала, что мне ещё сделать, чтобы он не сидел целыми днями в компьютере. Однозначно. И вот это вот, правда, очень трудно решить эти вопросы. Вроде остаться хорошей мамой, и в то же время... Вы знаете, Татьяна, здесь очень поможет такой, знаете, перспективный, скажем, взгляд. Представьте, что прошло там год, пять, десять. И вот вы вдвоём с ребёнком, может быть, вы сами одна, возвращаетесь мыслями к этому карантину. Что для вас будет вот в этот момент важно? То есть что вы будете вспоминать? Те тройки или двойки, которые получал ребёнок? Или то, как вы ругались, да? Или то, как вы там депрессовали. Если второе, тогда сегодня ставьте на это приоритет. Ну, самое лучшее, наверное, чтобы остались воспоминания о весне 2020 года, странной весне 2020 года, я скажу так, да? Не будем давать оценку ей, потому что там могут быть разные реализации у каждого человека индивидуально, да? Но чтобы остались воспоминания о том, как мы вместе кушали там вкусняшки, смотрели фильмы, потому что действительно у людей освободилось время, наконец, на своих детей. И как мы вместе здорово проводили время. Наверное, вот это было бы здорово, чтобы остались такие воспоминания. Да, согласна полностью. Но ведь люди работают, и вот здесь тоже вопрос вот этой работы на дистанционной, потому что сначала все очень обрадовались. Возможно, всё-таки с утра встать, чуть-чуть попозже не тратить время на работу, и как будто бы за тобой, ну, вот не наблюдает постоянно начальство. Но вот эти... Потом начались, вот посыпались проблемы, вот ходят шутки, анекдоты о том, когда муж начал конференцию, пока ещё жена спала, она, не понимая, не зная, встала с кровати, ему пишут, что ничего, что у тебя голая жена ходит по квартире на заднем плане. И вот эти... Ну, когда мы видим постоянно фотографии, когда там до пояса одетые мужчины сидят там в цветных носках и трусах, то есть, ну, вот такие эти уже разошедшиеся нам мемы истории. Как здесь вот быть? С одной стороны, вроде бы кажется, что нам очень тяжело сконцентрироваться на работе, с другой стороны, работа как будто бы размазана, и вот получается так, что нет этой чёткой границы между работой и отдыхом, и многие жалуются на то, что они сейчас вынуждены работать даже больше, чем на работе, потому что на работе ты вышел, закрыл кабинет на ключ, и всё, твоя работа закончилась, а то тебя могут дёргать с вопросами, звонками, как будто бы все 24 часа. Согласна. Здесь, знаете, Олег, как бы есть один плюс, что всё-таки это уже заканчивается, да, то есть, это было бы намного актуально, если бы мы это там 6 недель назад об этом проговаривали, но тем не менее, то есть, всё равно у кого-то ещё эта работа будет продолжаться. Здесь я всегда со своими клиентами проговариваю о том, что и проговаривала, и даже продолжая проговариваюсь, потому что в России пока как бы карантин продолжается, очень важна структуризация, то есть отструктурировать время. И об этом, вот, не то, как бы понимать, что моя работа, вот она тоже, да, с 9 до 6, но именно об этом сообщить, может быть, это не будет с 9 до 6, это невозможно дома, да, в семейных, как бы, обстоятельствах. То есть, всё равно вас будут дёргать. Но чётко проговаривать, что вот ни при каких обстоятельствах, хотя там не откроют дверь спальни, предположим, с 9 до 11. Ну, только если там не пожар, да, и там кто-то там не затопил ванную. То есть, если вот таким образом как бы отструктурировать, тогда становится намного легче. Если при этом, это я работаю с 9 до 6, но при этом между делами я пытаюсь и кого-то накормить, и тут поставить стирку, да, и, я не знаю, выучить с кем-то уроки, да, это будет захватывать намного больше времени, это будет длиться и ночами, и я не буду высыпаться, что опять же будет сказываться на моём эмоциональном состоянии и так далее и так далее. И мы входим в порочный круг. То есть, как можно больше внести структуру в свою жизнь. Потому что у нас на работе структурирует начальник. Здесь нам приходится делать это самим. И это самое сложное. Это тоже огромная ответственность, это тоже огромный опыт и научение. И каждому в семье, конечно, надо научиться очень аккуратно и мягко держать свои границы, безусловно. Абсолютно. Да, потому что всё равно есть кто-то больше загруженный работой, дистанционный там даже, да, кто-то меньше, кто-то хозяйством, кто-то деньги зарабатывает дистанционно. И всё равно это непривычная атмосфера, непривычная ситуация. И у нас нет опыта. И все начинают и все пробуют, да. Это хороший опыт именно научиться договариваться, Татьяна. То есть буквально сесть с листком бумаги и сказать, вот давайте от сих и до сих распишем, кто за что отвечает, кто в какое время в спальню врывается или так далее. То есть буквально вот прямо за стол переговоров с каждым членом семьи. То есть такой круглый стол и договориться. И каждый уже будет, по крайней мере, информирован, но не так, что это, знаете, между делом как-то вот я захотела, мне пришло в голову, да. Нет. То есть это должна быть именно, ещё раз повторяю, структура. Структура дня и структура нашего существования. Ну, спасибо большое. Правда, я думаю, что это полезная рекомендация. Ну, вот если мы уже говорим о том, что карантин, ну, вот в ближайшее время заканчивается, во всяком случае, будет, ну, долгий, может быть, выход из него, но всё-таки выход. И у человека всё равно, ну, состояние тревоги, депрессии, он боится или потерять работу, или он уже потерял работу, или, скажем, у него сократились доходы, и он понимает, что он не может вернуть тот уровень жизни, к которому он привык, или обеспечит детей. Вот в этих случаях ему стоит пытаться справиться самому или, ну, скажем, принимать какие-нибудь там антидепрессанты, или просто пить витаминки, гулять на свежем воздухе, или обращаться к специалистам. Вот какие здесь могут быть решения этой проблемы? Антидепрессанты, немножко здесь такой вопрос, скажем, ну, сомнительный, Олег. Потому что на самом деле антидепрессанты начинают работать, по сути дела, где-то только через 2-3 недели после начала принятия. То есть вот вы начали их пить сегодня, и завтра вам стало хорошо. Уже может быть не актуально. Да, бессмысленно. То есть если вы рассчитываете, чтобы вам стало хорошо через месяц, вот вам надо через месяц какой-то эффект, прекрасно, можете к ним обратиться. Другое дело, что антидепрессанты сами по себе очень сложные, как бы вообще такое медицинское средство, потому что от него начать отказываться достаточно сложно. То есть начать принимать это легко, а вот отказываться — это будет такая эмоциональная яма, так называемая. Мы сейчас как бы немножко от них отойдём, и здесь нужно понять вновь, могу ли я себе, если вы можете себе позволить психологическую помощь хорошую, квалифицированную, обращайтесь к ней. Даже одна консультация, даже одна единственная, может помочь расставить всё по своим местам. То есть найти ещё раз какие-то сильные стороны, ресурсы для каждого отдельно конкретного человека. То есть позвольте себе это. Иногда это бывает очень хорошее вложение в себя и в свою жизнь. Если совершенно нет такой возможности, есть опять же бесплатные какие-то каналы, то есть телефоны доверия и так далее. То есть ко мне обращаются с просьбой дать им консультацию бесплатно. И у меня есть такая как бы линия. Другое дело, что она тянется, к большому сожалению. То есть я не могу всех бесплатно там обслуживать, поэтому их много, и желающих много, и поэтому здесь как бы очередь набирается. Но тем не менее, я ещё раз говорю, это хорошее вложение. Если нет ни того, ни другого, ни третьего, ваша задача позаботиться о себе. Потому что если вы единственный источник доходов для вашей семьи, то есть попробуйте к себе не с требованиями, не с претензиями, не с критикой, не с виной и обвинениями, а именно, знаете, с заботой. То есть с заботой для того, чтобы вы смогли сохраниться, и завтра всё может поменяться в лучшую сторону, заработать те же самые деньги. Если у вас нет того дохода, который был до карантина, здесь вариант и вопрос не к доходам, а к расходам. Что можно здесь посмотреть? Как можно здесь перекалькулировать эти расходы? Быть может, стоит от чего-то отказаться, и мы, в принципе, это не очень сильно заденет качество нашей жизни, хотя бы временно. То есть, и ещё раз повторяю, вопрос не к доходам, не столько, сколько я получаю, вопрос к тому, сколько я трачу. И если я где-то от чего-то даже откажусь, вполне возможно, я даже не захочу к этому вернуться через некоторое время. Вполне возможно, это будет прекрасный как бы опыт для меня. Рассмотрите, и опять же, если у вас не получается это сделать самим, есть прекрасные приложения для этого, да, есть, опять же, консультанты по экономическим вопросам. Сделайте сами, попробуйте. Ну, ресурсов много, это правда, я абсолютно с вами согласна. И я тоже столкнулась с тем, что очень многие специалисты, я думаю, у каждого есть какие-то свои любимые специалисты, к которым, ну, как правило, да, они обращаются, и они все идут навстречу. Я просто слышала об этом. Все люди, и психологи, и психотерапевты, они тоже идут навстречу, и они либо дают отсрочку в платеже, либо действительно консультируют бесплатно, да, безусловно, ограниченное количество людей, да, но здесь тоже есть этот ресурс, безусловно. Абсолютно. И в этом отношении мир сегодня стал, знаете, намного более добрее, что ли, друг к другу, да. Все понимают, что мы все в одной лодке, не надо эту лодку раскачивать, давайте протянем друг другу руки. И люди стараются это делать, и это тоже важно. Ну, вот это тот самый плюс, который я вот вижу, изменение мира после коронавируса, что действительно люди будут другие. Они будут гораздо добрее, теплее, и гораздо больше будут заботиться друг о друге. Это правда. Ну, вот я, кстати, замечаю, интересно, это в каких-то вот социальных сетях, и вот очень много появляется фотографий домашних животных, которыми люди делятся, и появляются все время истории, что кто-то забрал из приюта животное. Вот здесь, может быть, это не может быть еще тоже таким терапевтическим появлением, может быть, животного в доме, какой-то терапевтический эффект, когда действительно появляется тот, о ком нужно заботиться, кто может отвлечь тебя от каких-то печальных мыслей. Олег, полностью с вами согласен. Единственное, здесь мотивация важна. Если это только для того, чтобы отвлечься, то тогда, когда необходимость в этом животном спадет, тогда есть шанс или риск, скажем, что это животное станет никому не нужным и от него попытается избавиться. Вот это всегда надо держать в сознании. То есть к этому тоже очень осознанно относиться. Но если это желание именно сделать что-то хорошее для другого живого существа, это замечательно, вам ответят тем же самым. То есть я ещё раз повторяю. Да, я могу сейчас рассказать о том, что есть прямо такая, знаете, в той же Северной Америке долготерапия. То есть прямо берут питомцев для того, потому что когда мы их гладим, к ним прикасаемся, это очень терапевтично. Это действительно снижает уровень гормонов стресса в крови. Но если вы делаете это, вот берёте животное только с этой целью, то есть тогда здесь риск того, что скоро вы захотите от него как бы избавиться. И вот тогда вопрос встанет уже о справедливости такого. Да, да, здесь вопрос мотивации действительно. Именно. Вопрос мотивации стоит остро. Но я знаю, что в каких-то, извините, да, я знаю, что в какой-то европейской стране, я читала, по-моему, даже Италия, да, что они ввели очень большие штрафы за то, что люди, если люди оставляют животных, это, наверное, правильно и гуманно, да, потому что это действительно вот как раз в эту тему, какая у людей была мотивация, когда они брали этих животных. Согласна, согласна. Если вы не можете дальше кормить, то есть обоснуйте и попробуйте найти ему нового хозяина, да, или попробуйте опять же тот же приют, но не оставляйте его брошенным на улице. Как бы это неправильно. Ну вот мы с вами когда говорили, вы как медик и невролог, Гузель ещё и имеет медицинское образование, вы сказали, что прогнозируется рост всё-таки заболеваемости после того, как мы выйдем из самоизоляции и выйдем из чрезвычайной ситуации, да, как бы вы это прокомментировали? Понятно, что это могут быть как психические, так и физиологические заболевания у людей, потому что человек какое-то очень долгое время, ну, два месяца – это уже долгое время находился в стрессе, и потом, когда его чуть-чуть отпускает, там, наверное, происходит какой-то процесс такой, когда человек расслабляется, там проявляется всё то, что он зажал во время своего пребывания в стрессе, да. Вот какие могли бы быть с вашей стороны по этому поводу? Согласна, это вот такой, знаете, эффект, Татьяна, который наблюдали, например, в блокадном Ленинграде. Люди в блокадном Ленинграде вообще не болели никакими вирусными заболеваниями, вообще, в принципе, да, вот как бы уровень соматических заболеваний был вообще практически на нуле. Но когда блокаду сняли, всё это, что называется, пошло вверх. Вот, конечно, мы не в блокадном Ленинграде, слава богу, но мы где-то, как бы, механизм очень похож. И поэтому вот чуть-чуть заранее, знаете, как говорят в медицине, лучшая терапия, лучшее лечение – это профилактика. То есть вот понимая о том, что да, сейчас как бы психотерапевты, психиатры и, в принципе, врачи прогнозируют всплеск кардиоваскулярных заболеваний, да, то есть психиатрических, депрессий, вплоть до суицида и так далее, неврозы, вообще всё это будет свести пышным цветом. И вот буквально чуть-чуть заранее, за 2-3 недели посмотреть, то есть вхожу ли я вообще в группу риска, то есть свойственно ли мне, например, да, эти депрессивные состояния, то есть циклотемия, так называемая, когда настроение меняется в зависимости от ситуации дня, недели и так далее. То есть если да, то что я могу с этим сделать? Чуть-чуть заранее, не тогда, когда меня это накрыло. Действительно, может быть, чуть больше проводить времени на солнце? Прекрасное время года, слава богу, не ноябрь. Да. Может быть, витамины? Может быть, тот же самый магний? Может быть, что-то ещё? То есть, может быть, опять же, заранее сходить к специалисту, к тому, к которому я ещё могу попасть, или получить то же самое онлайн-консультацию, попросить помощи у своих близких, поддержать меня, если я ещё раз повторяю, у меня есть по этому поводу сомнения. лучшее лечение — это профилактика. Задумайтесь о себе. То есть с этой ноткой заботы и любви к самому себе вы это заслужили. Но, с другой стороны, вот где провести эту линию? Потому что есть же шутка о том, ну, не шутка, но говорят о том, что раньше, ещё 100-150 лет назад, люди выживали в экстремальных условиях. Они, там, золотоискатели шли, замерзая, там, через снег. Сейчас у человека, человеку написали обидный комментарий в соцсетях, и он уже говорит, что у него депрессия, что он уже прямо не хочет жить, и что он страдает. И вот сопоставляют и говорят, ну, неужели вот настолько мы сдали, вот, ну, то есть поколение наших прабабушек и дедушек настолько сильные, люди, которых вообще невозможно было сломить, как стальной пруд, а нынешнее поколение так легко выбить из седла. Вы знаете, Олег, на самом деле всегда есть плюсы, да, всегда есть приобретение, и всегда есть то, что мы теряем. Да, мы теряем какие-то проходы через снега, да, потому что у нас появляются там снегоходы. То есть где-то мы теряем, может быть, там, в нашей смелости, быть может, опять же, это не ко всем, да, тут не надо прямо, так скажем, обобщать. Но тем не менее, мы же приобретаем что-то, мы приобретаем какие-то технические моменты, да, какие-то новинки, какие-то возможности, и сравнивать нас с тем, что было 150 лет назад, хорошо, давайте откажемся от всего того, что у нас есть в нашем, там, скажем, сегодня современном цивилизованном обществе. Так, это как бы несопоставимые вещи. То есть мы как бы хотим, знаете, иметь какие-то плюсы, да, но вот минусы, которые всё-таки с ними идут, то есть мы их не хотим замечать. Они всегда рука об руку. Это как, знаете, как две стороны одной и той же медали. То есть есть одна, есть вторая. Есть приобретение, и есть, что называется, какие-то вот, то, что уходит из нашей жизни. То есть уходит какая-то способность выдерживать большие нагрузки. Да, да, это как бы вторая оборотная сторона вот этой гуманизации. Ну, вы знаете, я думаю, что здесь нужно разделять людям, научиться разделять их реальную жизнь, их реальные проблемы с комментариями в соцсетях, понимаете? Потому что, ну, здесь нужно действительно здравый смысл включать и людям действительно понимать, когда у него действительно реальная проблема, ему там нужно решать вопросы семейные, рабочие и так далее. Или же переживать из-за того, что кому-то не понравилась там прическа или там декольте, или там еще что-то, да? То есть здесь... Да, да, да. Соцсети... То есть, что моя прабабушка, например, по-другому бы на это отреагировала. Конечно, отреагировала по-другому, да? Потому что ваша прабабушка – это не вы, по меньшей мере. А вы не ваша прабабушка. Поэтому здесь это как бы несопоставимые, несравнимые вещи. Здесь надо все-таки быть справедливым. Спасибо большое. Ну что же, на самом деле у нас, да, так быстро пролетел час. Мы напомним, что магистр психологии, экзистенциальный психотерапевт Гузель Низамова из Славини сегодня была у нас на связи по скайпу. Татьяна Доля и Олег Пеха провели с вами этот час. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Всем тем, кто нас сегодня слушал. И всех благ всего наилучшего. Спасибо.